Всем привет дорогие друзья, с вами снова Носфера Тулукарта и сегодня я решил записать гайд на одного из своих самых любимых персонажей, которые я достаточно часто люблю использовать в онлайне. Этот персонаж впервые появился в третьей части, а именно в старте какого там третьего сезона, да, на старте с третьего сезона самым же первым противником Джотара в третьем сезоне. Зовут его Ндул. Его стенд представляет собой Воду, имя стенда Гэп, олицетворение одной из карты Таро. Этот персонаж является самым первым из всего роста персонажей, которые не сами идут в бой, а посылают свой стенд. Все-таки персонажей три это Акира, Ндул и Наранчи. И Ндул выделяется особенностью тем, что он, во-первых, за стенд тратит свою стамину, во-вторых, он, когда вот просто использует Гэп, он может бить и при этом одновременно с этим блокирует. То есть если держать стенд рядом с собой, то и вы будете бить, и к вам внезапно подойдет рак с другой стороны, то вы можете блокировать, во-первых, перемещать Гэп, а в-третьих, контратаковать его. Итак, Ндул, так как он слепой, он не может ни на кого нацелиться. У него нет нормальных ударов, у него есть только блокабл и двухударная комбо, которая иногда унит врага. Так как у него нечего рассматривать в таком варианте, я сразу же перейду к спецприему. Итак, первый спецприем — это телепортация. Просто стоя без прицела, то есть без входа в Гэп, стенд телепортируется под Ндулы. Телепортация достаточно быстрая, но восстановление после нее долгое. То бишь, когда Гэп вылетает из-под земли и бьет врага, он еще какое-то время не может ни двигаться, ни бить, ничего. Ему нужно выйти из-под земли, чтобы атаковать. Обычная версия, ну, она ничем не примечательна особо. Но усиленная версия более хороша тем, что, во-первых, Ндул каскует ее с броневой, насколько я помню. Да, с броневой она делается. И, во-вторых, активируется она быстрее. То бишь, сравните. То бишь, прирост к скорости есть. И так, и сразу же, заметьте, как только вы прижимаете этот спецприем, вы сразу же телепортируете и входите в режим стендер. Так как-то мне надоел. Так, второй спецприем это вертушка. При удержании треугольника и квадрата Гэп вращается дольше. И, естественно, ударов тоже больше. Спецприем крайне хороший, как Кумбэндер. Усильная версия, что она делает, во-первых, она дает вот в таком режиме Ндулу броню во время каста. А во-вторых, она последний удар закручивает урага. Комбанилу у нас закрутился и улетел. И так, из вот этих всех двух спецприем, которые у Ндулы есть, я вам особенно предлагаю, когда враг подошел к вам рядом, используя только телепортацию. Ибо, во-первых, она быстрее, она пьет моментально, а на вертушку вас могут убить. И она менее полезна и менее безопасна в класс-квадер-комбате. Итак, последний скилл, который я разберу, это защита Ндула. Ндула призывает Гэп под собой, и любой наступающий на вас враг, хоть бегом, хоть попрыжкой, хоть чем удобно, будет перебит. У этой защиты достаточно быстрая перезарядка и есть пара атак. Их всего три. Во-первых... Блин. Вот все, что имеет броню, эта броня не перебьет. То есть это бег Джонтона, телепортация Валентайна или любые другие спецприемы с броней. Так. Первая атака это на квадрат. То есть когда Гэп... Блин, не так. Вот, первая атака на квадрат, то есть когда Гэп вылетает и бьет, вы просто нажмете квадрат и... А он подкидывает врага. Далее, вторая атака. Блин. Ну вот, как вы видели, он даже сам активируется. Но не так же. О, эту хрень даже парирует в... Водилу Айса. То бишь у вас есть чем защищаться. Далее, второй удар на треугольник он на нокдауне драга. И последний на... Блин... И последний нанолик, он закручивает драга и отправляет его в Подольск. Если же вы сидите и жмёте скилл этот нанолик, гэп будет очень долго к вам возвращаться, и после вы сможете абсолютно все те же самые атаки, что у вас есть ранее. И при этом гэп сразу же к вам обратно возвращается, и вы сразу же из этого же положения можете использовать любой другой спецприём. Так, теперь про сами спецприёмы я рассказал, теперь расскажу про R1. В ходе этого режима, как я уже говорил, вы можете одновременно сидеть, блокировать, и при этом перемещаться и бить. Главное, иногда вы делаете так, вот типа переместились, нажали R1, и R2, точнее, R2, вот так, вот так типа перемещаться, когда, наверное, с вами кто-то, чтобы контратаковать. У Гэба есть немного атак, то есть это... Сколько я там, по-моему, пятиударная комбо? Да, пятиударная комбо, последний удар, который откидывает. Всего можно закатать только четыре. Нокдаун. Конечно же, подкидывание, после которого можно сделать либо три квадрата, которые просто откинут, либо три квадрата, ах, два квадрата с закручиванием. Ты видишь? Нет, с тобой это неудобно. Стоп. Здесь вот просто откидывание. И закручивание. Также есть нокдаун. Можно так же использовать просто напрыжку. Унду, она направляемая. А нет, стоп. Нет, она у него не направляемая. Но она только достаточно красивая. То есть её можно как-нибудь использовать, если вы прям очень хорошо умеете точно попадать ненаправляемыми. Также, чтобы гарантом законнектить дыха, просто застать делать четыре удара. И вот после вот этого вы можете делать дыха. Если же вот в таком режиме делать, то дыха бесполезна. Вам будет, во-первых, оставаться 300 лет. А в-третьих, вы будете очень долго и бесполезны. Так что я рассказал про Л2. Можно вот в таком режиме сжать Л2 и тем самым отправлять стенд. Чтобы после дальше его вызвать. Не имеет никакого смысла. Как же выглядит ЭХ в таком вот режиме? Вы сказали, что оно долгое, оно бесполезное. Вы не можете направлять стенд, вы ничего не можете. То есть, если вы хотите сделать дыха, то только когда вы сидите в стенде. Никак по-другому. Ну, базовое комбейн у него имеется просто либо 4 квадрата телепортация, либо 4 квадрата Л2. Всё. Больше у него ничего нету. Также у него есть огромный урон. За счёт стенды. Под эссом этот персонаж крайне сильный. Ну, в общем-то, это очередной эстир. Также удары Гэба, они как ряд набегающих на вас падают. Кроме Джонтона. То есть, если врать на вас бюджет, вы просто, сидя уже в Гэбе, должны просто его ударить. И вы моментально его остановите. Всё. Эстир? Эстир. Тактика Зандува. Вы можете у меня посмотреть на другие мои видео на канале. Там они имеются достаточно подробные именно в сами бои. На них можно посмотреть. Что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока.